Всем привет! Добро пожаловать на канал VTNT. У меня в руках iPad Pro 2017 года. По диагонали экрана 10,5 дюйма. Он, конечно, розовый, но мне по сути пофиг, потому что этот iPad это лучший iPad, который когда-либо я держал в руках. Он реально офигенный. Но сегодня речь пойдет не о нем. Дело в том, что такой iPad стоит от 650 долларов и выше в зависимости от модификации. И наверняка не хотелось бы этот iPad уронить и разбить. Что часто бывает, например, если у вас есть дети, которые роняют планшеты, или же вы... Рукожоп. Или же вы, бывает, случайно, может быть, где-то зацепились. Поэтому такой планшет было бы здорово максимально, насколько это возможно, защитить. Поэтому в этом видео мы разберем несколько видов чехлов, которые помогут защитить ваш планшет. И не только защитить, но и придать еще и дополнительную функциональность. Ну что, друзья, поехали! Итак, первым чехлом будет являться оригинальный смарт-кавер от Apple, который закрывает только переднюю часть. И я могу сказать, что этот смарт-кавер, он больше предназначен, скорее всего, не для защиты планшета. Потому что если с этим смарт-кавером уронить планшет, то он его никак не защитит. Может быть, я, конечно, ошибаюсь, но обычно на защищенную сторону не падает. Всегда падает на какую-нибудь самую незащищенную часть. Так вот, вот эти углы, как раз они и меньше всего защищены. Что делает оригинальный смарт-кавер? Он придает функциональности планшету. К примеру, мы можем планшет положить вот таким образом и работать с девайсом и выполнять какие-либо задачи. Также планшет можно поставить. И у вас появляется возможность смотреть видео или какой-либо контент на планшете без использования рук. То есть руки свободные, вы можете кушать и смотреть контент. Отличная идея. Также смарт-кавер имеет магнитную функцию и он приклеивается к экрану. В принципе, в этом плане как бы и есть защита небольшая. И плюс ко всему, благодаря магнитности, еще и блокирует и активирует устройство. Что тоже весьма неплохо. Вот, у вас активировано устройство. Вам нужно будет просто нажать на кнопочку Home и все, ваше устройство разблокировано. Если у вас сканер отпечатка пальцев, а если нет сканера отпечатка пальцев, он просто открывается и разблокируется. В общем, оригинальный смарт-кавер, весьма интересная вещичка. Что касается стоимости такого смарт-кавера, он стоит недешево. У нас в Украине его можно купить почти за 90 долларов. Ну и вообще, где-то плюс-минус 70-80 долларов он стоит даже в США. За вот эту 70-80 долларов. Есть планшеты за 70-80 долларов, да, а тут чехольчик такой. Но, в принципе, опять же, если у вас планшет, если вам нужна вот такая оригинальная штучка, я думаю, для вас это будет не проблема. Следующий чехол это вот такая пластиковая задняя крышечка с карманчиком для стилуса, который можно убирать, что тоже весьма удобно. Итак, мы берем планшет, засовываем в эту коробочку и получается в задней части планшет у нас защищен. Плюс ко всему, благодаря вот этой штуке для стилуса, планшет лежит на столе не совсем плоско, а немного повернутый к вам, что придаст вам немножечко больше комфорта в использовании данного девайса. Также я могу отметить о том, что такой кейс удобно использовать с любой док-станцией, в том числе с магнитным смарт-кавером. В целом, комбинация этого чехла и еще и оригинального смарт-кавера дает максимально защищенный планшет. Плюс ко всему, для стилуса бокс дает возможность более крепко ухватить планшет, что тоже как бы предоставляет такое определенное удобство. Ну, не совсем как у Lenovo Yoga, но что-то, что-то такое отдаленно напоминающее. В общем, без кавера получается так, что у нас только задняя часть защищается, а с кавером еще и передняя. Вот так вот. Цена вот такой штуки где-то в районе 30 долларов. В принципе, могу сказать, что с учетом того, что есть аксессуары для iPad, которые значительно дороже стоят, 30 долларов это еще более-менее адекватная цена. Итак, идем дальше. Следующий чехол от Basseus. Вот такой интересный чехол. Могу сказать, что выглядит он в принципе весьма неплохо. И как для цвета данного девайса тоже весьма неплохо. Давайте посмотрим, как планшет находится в нем. Теперь в этом чехле планшет полностью защищен со всех сторон. Все, опять же, разъемы нужные открыты. То есть, тут никаких проблем с этим не будет. И также закрыта передняя часть. Чехол в принципе имеет приятный внешний вид. Но вот мне кажется, что он будет немного быстро пачкаться. Опять же, это мое такое как бы мнение. Опять же, это оценочное суждение. Что мне нравится в данном чехле, то что он имеет определенную интересную форму. И, соответственно, его можно использовать для, к примеру, как вариант подставки. Видите, здесь не только он сгибается треугольничком, вот так. А еще и делает всякие разные конвертики. Вот можно вообще так высоко поставить. Тоже как вариант. То есть, в принципе, есть как бы варианты поиграть. Чехольчик мне нравится. В целом, неплохой. Весьма-весьма неплохой. Для iPad Pro 10.5 вообще достаточно годный. Такой красивый чехол. Следующий чехол похожего типа. Он закрывает и заднюю, и переднюю часть. Плюс его можно использовать как подставочку. Давайте посмотрим. Вот такой вот чехол. Я так понимаю, что есть разные цвета. Но, тем не менее, вот вариант. Так, надеюсь, я правильно оставляю. Да, все правильно. Итак, все плотненько, хорошо, удобненько заходит. И выходит, и входит. Закрывается. Тоже магнитный. Весьма-весьма неплохо. Все эргономические части открыты. И плюс ко всему, он разблокирует, активирует планшет. В принципе, можно использовать его как максимально вертикально, так и можно его ставить в любое другое положение. То есть, в принципе, могу сказать, что чехол достаточно неплохой. Вот так вот, конечно, стрёмненько делать, но, в принципе, не выпадает планшет с чехла, что тоже весьма удобно. Симпатичный. Опять же, все зависит от цвета планшета. Если у вас, к примеру, не розовое золото, а какой-то серебряный, то, мне кажется, будет смотреться лучше. Ну, опять же, то есть, все зависит от ваших вкусов и предпочтений. И последний чехол, кейс, карман. То есть, это не совсем, как бы, такой вот кавер или чехол, как мы привыкли видеть. А вот такой кейс. Он сделан из кожи. Не зря он мне на распаковке очень сильно понравился, и я его внюхивал. Вот, но я узнал другое. Этот чехол стоит, как все вот те чехлы вместе взятые. Он, я так понимаю, сделан из натуральной кожи. Очень дорогой, практически 200 баксов стоит. То есть, друзья, это нереально. Ну, вот такой чехол должен покупать, наверное, человек, у которого, ну, вообще, как бы, не считает деньги. Мне так кажется. Как я их называю? Конфетти! Видите? Вот! Лети, конфетти! Ну, он реально, как бы, элитный. То есть, он реально чувствуется, что он классный. Опять же, то есть, кто не жалеет для своего планшета денег, может покупать такой чехол. Смотрите, как кладется планшет в этот чехол. Сюда можно еще также прикрепить стилус. Он подойдет, я так понимаю, этот чехол для художников, для каких-либо творческих людей, для дизайнеров, которые работают на американские компании. Вот. То есть, в принципе, чехол очень-очень красивый. Особенно мне нравится то, что здесь есть логотип Apple. Красиво так смотрится. Прям вытеснено. Также вот вытеснено для стилуса. Ну, вообще, могу сказать, конечно, этот чехол мне очень нравится. Не знаю, выложил бы ли я за такой чехол столько много денег. Но вот этот один против всех вот этих вместе взятых, даже не знаю. То есть, я даже не советую вам, даже не переходите по ссылке этого чехла. Не смотрите, сколько он стоит. Он очень дорого стоит. Кстати, могу отметить, что планшет с оригинальным смарт-кавером, вот тот, который я показывал в самом начале, очень легко и входит в этот чехол полностью. Соответственно, вы можете использовать его даже таким способом. Но вот чтобы купить два чехла по стоимости половины этого планшета, это надо еще сильно постараться. Итак, друзья, вот такие вот чехлы для планшета. Я понимаю, что товар iPad Pro, в частности, именно вот эта модель, не дешевая. Поэтому разбить его или же сломать его быстро не особо хотелось бы. Поэтому приходится защищать ваш планшет. Да, может быть, в некоторых местах теряется его естественная красота. Может быть, становится немного толще, менее удобнее пользоваться. Но, тем не менее, многие из этих чехлов расширяют функционал. Где-то можно хранить стилус, где-то можно использовать как подставочку, где-то еще как-то. То есть, в принципе, могу сказать, что чехлы – это полезная вещь, особенно для планшета. Поэтому я рекомендую использовать чехлы. Не обязательно именно вот эти. То есть, к примеру, вот эти чехлы мне прислали с магазина Stilus.ua. Я оставлю вам вообще просто ссылку на весь раздел еще дополнительно. Ну, кроме того, что на эти чехлы еще на раздел. Но вот лично мне, мне очень понравилась комбинация оригинального Smart Cover'а и вот этого чехла как для стилуса, с учетом того, что здесь можно сделать такой вот небольшой маневр. Сейчас я вам продемонстрирую этот маневр. Легкий, видите? Сразу убирается и сюда вставляется вот эта планочка. Все. Вот теперь у нас плоский. И раз, два, три, раз, два, три. И планшет теперь полностью защищен как с задней стороны, так и с передней. И плюс ко всему функциональный в плане Smart Cover'а. И если вдруг вам прям вот очень-очень сильно понадобится стилус, и вы можете вот такую штучку прикрепить, у вас он будет еще и храниться, и не будет где-то валяться, выпадать и так далее. Весьма-весьма неплохая вещичка, как по мне. Лично я так считаю. Напишите в комментарии, что вы думаете по поводу чехлов, какой вам нравится больше всего. Ну, на этом я буду заканчивать свое видео. Спасибо вам большое за то, что смотрели. Надеюсь, это видео было интересным и полезным для вас. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, смотреть другие интересные видео. Всем пока, до скорых встреч в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok